Продолжаем программу итоги. На этой неделе мы отмечали День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. А у нас в Красноярском крае есть детский дом, который носит имя первого космонавта Земли. И это не просто формальность. Ребята из этого детского дома вели переписку со многими известными космонавтами. Слово Сергею Доставалову. В далеком 1961 году, когда мир еще только начал осознавать, что 12 апреля сбылась многовековая мечта человечества, а первый космонавт стал настоящим героем того времени, в одном далеком уголке Сибирской тайги на территории Красноярского края, в одном из тысячи подобных учреждений родилась мысль следовать человеческому примеру космонавтов-перропроходцев и воспитывать такими детей. Детский дом имени Гагарина. Далеко от космической индустрии и инфраструктуры, но близко к сердцам первых космонавтов. Все страны, буквально все писали письма Гагарину. И, естественно, тогда у нас была школа-интернат, и дети, ученики написали письмо. Пригласили Гагарина на пятилетний юбилей учреждения. Но понятно, что он приехать не мог и прислал вот такое поздравительное письмо. От всей души поздравляю вас, ребята, ваших учителей, весь коллектив учащихся с пятилетним юбилеем. Желаю вам успеха в учебе и общественной работе. Дорожите честью вашей школы, которая для многих из вас стала родным домом. Растите здоровыми, грамотными, физически выносливыми, трудолюбивыми гражданами нашей Великой Матери Родины. Что мне нравится, что он после этого даже остался простым человеком, даже не выпендрил цикл некоторые. Человеческие качества первопроходцев – хороший образец для подражания. Данила следит за современными достижениями российской космонавтики в интернет-кафе, организованном работниками детского дома. Даже если свое будущее воспитанники не связывают сейчас с наукой и космосом, то все равно у детей особые жизненные приоритеты, тесно связанные с тем, что думают о жизни, о мире вокруг, о людях – космонавты. Хочет быть похожим на Гагарина прежде всего, как на человека, по воспитанник детского дома Виктор. Я хочу быть похожим на Гагарина, так как Гагарин, он был из обычной семьи, но у него было желание и стремление, и самое главное – цель. Первое письмо от Гагарина стало главной ценностью и символом школы-интерната, а потом – после переформирования и детского дома. В год первого полета Гагарин дал согласие на то, чтобы учреждение носило его имя. И после этого началась активная переписка с другими космонавтами. Вот лично мне и детям нравится письмо космонавту номер два Германа Титова, в котором он как раз рассказывает детям, как нужно уметь ставить цели. Там он пишет, все начинается с фразы «Я хочу». Связь со «Звездным городком» установилась здесь самая тесная. Воспитанники и педагоги внимательно следят за успехами советской космонавтики. Но связь с первым космонавтом планеты до сих пор самая трепетная. Простой. Вот первые две-три минуты как стесняешься, а потом я даже и забыла, что я танцую с Гагариным. Жительница Каннска Октябрина Пономаренко в 1962 году побывала на комсомольском пленуме в Москве. И во время торжественного ужина вечером в гостинице «Россия» она познакомилась с Юрием Гагарином. Я в деревне, и я ему и рассказывала о нашей, я же с секретарем, как мы на ферму, по ферму ходили, сели, убирали. Я говорю, вам, наверное, это неинтересно, вы, наверное, не сельские. Он говорит, да я наполовину сельский. И больше он ничего не сказал. История, настоящее и будущее космической науки и космонавтики, в том числе и в этих простых человеческих устремлениях, в характерах тех, на ком держится эта отрасль сегодня. Это общение и эти встречи с теми, кто побывал на передовой на космической орбите Земли, не могут пройти бесследно. В октябре 2003 года с дружеским визитом в детском доме побывал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Владимир Васильевич Коваленок. А в апреле 2005 года воспитанники побывали на космодроме Байконур и наблюдали запуск ракеты. Впечатления от прикосновения к космосу непередаваемы и становятся для детей еще ценнее, когда история его освоения обретает вполне конкретные черты, чувства, близкие и понятные каждому. Гагарин Балтитов был у нас прямо в гостинице. Я с Гагариным сидела через человека. Когда заиграли музыку, музыка и вальс, он обратился не к соседке, сын Гоша, а ко мне. Пригласил. Но соседка была покрупнее, а он не крупный, он среднего роста, худощавый. И я танцевала с ним вальс. Он мне говорит, а где вы научились так танцевать? Я говорю, так я работала с молодежью и все время на танцы ходили. О своих впечатлениях от встречи с космонавтами номер один и два Октябрина Пономаренко рассказывает воспитанникам детского дома в их музее в День космонавтики. Дети на нее смотрят горящими глазами. Простые человеческие отношения понятны и всем. И космос становится ближе. Данила, один из тех, на кого вся эта космическая человеческая атмосфера повлияла самым непосредственным образом, определив четко будущую цель жизни. Я собираюсь поступать в Красноярск, в СИГАУ, это Сибирский государственный космический университет. Мне дана математика. Я люблю математику, физику, химию. И собираюсь быть конструктором ракет и заниматься конструировать. Космос – это не только высокие технологии, ракетные двигатели и спутники. Космос – это еще и детские мечты, на которых потом уже во взрослом возрасте многое, что держится. Мечты, устремленные в космос. Хоккеисты Сергей Ломанов и Алан Джусуев вернулись из Швеции и снова будут выступать за Красноярские НИСИ. Игроки уже подписали контракты и провели первые тренировки. Сегодня Сергей Ломанов, гость в нашей студии. Здравствуйте. С возвращением. Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Почему расторгли контракт в Швеции и вернулись в Фенесей? Принял такое решение, которое будет лучше для моей семьи и для меня. А чем лучше? Чем лучше? Ну, вообще, я максималист, да, и хочу всегда побеждать. Реально смотрел на вещи, что в этом году будет очень тяжело это сделать с Венешборгом. Все-таки мне не 20 лет, да, где можно потерпеть, там... Подождать. Подождать, да. Так что каждый год очень важен для меня. И, как я сказал, что я хочу побеждать. Это реально будет сделать во всех турнирах в этом году с Анисеем. И атмосфера, наверное, более теплая здесь? Ну, конечно, дома. Гося хорошо, но дома лучше. Ну, вот, когда вы уезжали, мы встречались в этой студии, вы говорили о том, что отъезд связан с тем, что, во-первых, и календарь был очень... Новый календарь был очень тяжелым, и отсутствие крытого стадиона. Ну, стадиона-то так пока и нет. Вот, хватит сил. Ну, все правильно, да. Я ехал, чтобы продлить свою игровую карьеру. В принципе, я этого и добился, да. Поиграв в комфортных условиях, тренировался в комфортных условиях. Семья была всегда рядом. И единственное, да, как бы, что будем играть на стадионе «Локомотив». Но процесс уже пошел, надо будет годик потерпеть, да, и вот потом у нас появится самый современный катокс. Там сейчас большая стройка, я так понимаю, что и жители, которые вокруг, они возмущаются. Ну, да, я слышал об этом, что много претензий, да, там, что шумно и пыльно, но когда стройка, это всегда пыль и шум, да, ну, надо потерпеть чуть-чуть. Ну, «Локомотив» пока не самое, как бы, скажем так, посещаемое место. ИНСЕЙ хочет взять реванш, и будет очень интересный сезон, да, и все условия все равно будут созданы на «Локомотиве», и будет искусственный лед, прекрасное освещение. Я думаю, что, может, парковочных мест не будет хватать, но я думаю, что можно будет потерпеть, да, годики, и сополнять стадион «Локомотив» и поддерживать команду. Мы в этом нуждаемся. Вы ехали же новым опытом еще в Швецию. Новый опыт удачный или неудачный? Иногда даже негативный опыт, да, он опыт. И всегда, когда даже и проигрываешь, то приобретаешь какой-то опыт, ты делаешь анализ. Но тем не менее, все равно, да? Конечно, нет, опыт колоссальный, да. Да, я посмотрел изнутри, как шведский чемпионат, шведская игра строится, как команды готовятся к играм, восстановление. В таком темпе, как играет НСЕ, не играет ни одна команда мира. А сами сможете такой темп-то поддерживать? После расслабленного сезона в Швеции? Да, ну вот предстоит тренировки, да, я в себе чувствую силы. Это было, конечно, в более щадящем режиме. А как переживали ситуацию с дисквалификацией Сергея Ивановича Ломанова? Все-таки вы далеко находились за тысячу километров? Да, ну очень сильно переживал. Но есть телефон, да, мы всегда с ним созванивались каждый день. И я чувствовал, как он переживает, и как я переживаю, да. И шведские тоже, СМИ тоже у меня очень сильно интересовались и удивлялись, как это такое возможно. Я очень благодарен, да, и губернатору Виктору Александровичу, что он сразу же поддержал Сергея Ивановича. Все расставил точки над вид, что он всегда с нами, с командой, с Сергеем Ивановичем. Это было очень важно для команды и для него лично. Это я знаю. И в конце концов, да, перед финальными играми в Хабаровске сняли дисквалификацию. Это, я думаю, общая победа. Есть шанс убедить Сергея Ломанова в сборной. На последний чемпионат вы не поехали, не взяли. Я никогда не отказывался от сборной. И сезон покажет, как все будет. Все-таки до чемпионата мира еще далеко. Так что силы, эмоции главное есть. Так что все будет впереди. Есть один вопрос, который я бы никогда не задал Сергею Ивановичу Ломанову. Потому что он такие вопросы терпеть не может. Но Сергею Сергеевичу Ломанову я этот вопрос задам. Енисей в предстоящем сезоне станет чемпионом? Для Енисея нет другого места, как первое место. И мы к этому будем стремиться. Так что я не могу ответить на этот вопрос. Но мы приложим все усилия, чтобы вернуть звание чемпиона России в Красноярском Енисей. Ребята даже сейчас и в раздевалке все равно горят желанием и реваншем. Об этом тоже говорят многие. Мы и с Аланом тоже из-за этого вернулись. Да, и в Енисея тоже. Нам очень интересно опять поучаствовать в том, чтобы выиграть. Спасибо большое за интервью. Желаем удачи в предстоящем сезоне. Нападающий хоккейного клуба Енисей Сергей Ломанов был у нас в гостях. А далее в программе разберемся в пасхальной символике и протестируем разные способы покраски яиц. А также проведем инспекцию яхты Елизаветы, последнюю на этапе подготовки к кругосветной экспедиции. Об этом сразу после короткой паузы.